Если в Sims 4 заниматься исследованиями космоса, то рано или поздно тебя гарантированно похитят инопланетяне. И хотя вам не показывают, что именно инопланетяне делают с вашим персонажем, скорее всего оттуда он вернется беременным. Даже мужчина. Особенно мужчина. Поэтому, несмотря на то, что наши основные задачи сейчас перед тобой, моей личной целью будет умщение соседней планете, поэтому мы отправимся в Руда и оплодотворим всех ее жителей. Да, знакомьтесь, это Джерри Берри. Ему только что исполнилось в 15 лет, но он уже многое пережил. Например, смерть матери в раннем возрасте. Да, у него нет друзей и по задачам поколения как бы быть не может до смерти первого поколения. Но наше первое поколение лежит здесь. Оба варианта первого поколения лежат здесь. И формально мы уже можем дружить с людьми, но мне хочется все-таки отыграть такого, знаете, мстительного одиночку. Да, вы верите, что это не Тоддлер. Некоторые навыки уже были прокачаны как раз в детстве, которое я не показывал. Это потому, что я решил не показывать вам одинаковое детство 10 серий подряд. Да, это уже третий набор правил. Всего их будет 10. И если я не успею пройти все 10 до того, как на канале стукнет 100 тысяч человек, я перекрашиваю волосы, которые вот сейчас под всеми слоями капюшонов, кепок, вот это вот. На момент записи на канале уже 79 с половиной тысяч человек. И вы посмотрите, как быстро повышается наша продуктивность. Я думаю, мы будем отличником уже. Да, после первого дня я хотел сказать, ну нет, мы не стали отличником. Ладно, это не страшно, мы все равно какое-то время будем подростком. Я сейчас не буду стареть, но сразу окунусь в самое мясо. Для осеменения соседней планеты мы можем попасть туда через портал или ракету. Как понимаешь, наш случай это ракета. В опасной близости от тротуара, но да кому не плевать. Но перед тем, как ее строить, наверное, продвинемся чуть в жизненной цели. То есть поняли вайп, да? У нас такой одиночка-чудак. И жизненная цель, вот кстати, жизненные цели в Sims интересные. Их прям интересно показывать. Да, еще бы можно было все это показывать без такой просадки в кадрах. Не помогает ни сохранять, ни на паузу жать. Столько лет у нас эта проблема уже. Хорошо, хоть что конкретно эта стадия не особо интересна. Я аж быстрое чтение купил, чтобы вас не утомлять. Благо теперь это позади. А баки все никак не пройдут. Ну господи, ну вы посмотрите на это, я просто хочу показать вам игру. Это просто невозможно, секунду. Так, я на секунду вышел, кто это нарисовал? Ладно, очистим. И помимо того, что нам нужно полностью освоить навыки, которые требуются в задачах сегодня, помимо этого нам нужно будет еще освоить фитнес и логику до 6 уровня. Потому что это то, что нужно нам в карьере космонавта. Смотри, как быстро качануть фитнес. Но сначала отвлечемся на кое-что криповое. Звонок с номера мертвой матери. Там говорят, я нашла кольцо, которое в своей сумке. Мне кажется, он хочет сделать мне предложение. Что сказать? Что за страсти происходят в загробном мире? Не соглашайся. Ах да, насчет фитнеса. Нам нужно принять осверающий душ. Ну в целом, вести себя в идеале в возбужденное настроение. Но даже если нет, то плевать. Все и так будет очень быстро. Мечты о большем. Вот ты сейчас увидишь. У меня нету навыка фитнеса вообще. Зато с какого-то фига есть навык сельвадарадской культуры. Просто забиваешь очередь из нечто о большем. Бум. Уровень повышается один за другим. И так буквально до захода солнца у нас уже полностью освоен навык фитнеса. Офигенно же. Теперь физически мы готовы к карьере космонавта. Осталось стать рукастым, мозговистым. И не подсказываться на ковриках для йоги. О, и это очень кстати. Призраки появляются и пока сейчас у нас в доме. Потому что, как понимаешь, починка предметов очень хорошо влияет как раз на эту самую рукастость и выполнение жизненной цели. Идеально. Превратим беды обратно в унитаз. И вот призраки думают, что они ломают, делают нам хуже. Вы делаете мне лучше. Ха-ха. Я прокачиваю необходимый для завершения всех задач навык. Большое спасибо. Плюс ответственность скачаю, кстати. Так что я вообще супер в выигрыше. Не знал, что починка повышает ответственность. Приятно знать. И да, у Джерри уже началось половое созревание. Не беспокойся, Джерри. Мы построим корабль на другую планету. Ой, слушайте. Очень вовремя у нас выходные в школе. Мы как раз можем заняться постройкой ракеты. Что, собственно, и делают школьники на выходных, да? Я не знаю, чем сейчас школьники занимаются. Чем? Ну, не думаю, что мой школьник сильно отличается от обычного. А, и да. Еще одна стадия жизненной цели полегла. И больше нам логику качать не нужно. Потому что что уровень это все, что нам понадобится в карьере. Теперь мы, наконец, действительно можем провести выходные с пользой. Начать строить свою ракету на другую планету. Люди пользуются такие, ходят. Ну, да, обычное дело. И да, я всегда говорю, что я играю без модов. Это действительно так. И, ой, не убейся, не убейся осторожно. А то, блин, все это закончится. Я не хочу перекрашиваться. Не планирую. Так вот, вы верите, что есть татухи, которых нет в игре. Так что какая-то папка модс у меня присутствует. Она есть в описании. А еще там же в описании есть ссылка на телеграм-канал. Ну, зайдите и в поиски введите снеговики. И параллельно с этим прохождением только для телеги я устраиваю еще одно небольшое. Мне кажется, прикольное. Там уже все закончилось. Так что переходи и плачь. Ну, а ракета строится долго. Это факт. У нас может не хватить целых выходных, чтобы ее закончить. Это абсолютно нормально. Я подразумеваю, что в реальном мире у ученых тоже, скорее всего, не хватает выходных, чтобы с нуля построить ракету в одиночку. Эй, вы решили собраться перед выпускным? Как мило. Я не общаюсь ни с кем. У меня своя цель. Осеменить соседнюю планету в отместку за всех мужчин на этой. И знаете, похоже, нам врали про ракетостроение. Потому что уже к полудню следующего дня Джерри Берри заканчивает ракету. Похоже. Да? Готово? Окей, ее улучшением займемся чуть попозже. Карьера космонавта у нас впереди. Мы все-таки еще подросток. Посмотрите на него. Ему лет 15 от силы. Да, просто жизнь помотала. Но сейчас я займусь механикой. Потому что максимальный навык механики открывает нам доступ к секретной локации. А секретная локация... Не знаю, почему я вам это показываю. А секретная локация, собственно, открывается только после полного освоения механики. Мне кажется, я там запутался в предложении несколько раз. Но вот кубики вам кинул, вы там соберете, да? Блин. Хватит покупать наряды в тренде. Серьезно, я закинул штук 10, чтобы один точно купили. Купили уже почти все. Мне деньги некуда девать. Ладно, фиг с вами. Для тех, кто не понимает, я продаю предметы для того, чтобы получать баллы удовлетворения за выполнение жизненной цели про богатство. Плюс черту характера, которая будет позволять нам зарабатывать всю жизнь 5% с нашего баланса. 5% от нескольких миллионов, как понимаете, это неплохие деньги в неделю. Забавно, этой ночью мята восстала из могилы, пошла вандализмом заниматься вот тут вот на клеточке знаменитости. Такая все закрасила, нарисовала там какашку, а потом такая, погодите, это же моя звездочка. И тут же сама ее стерла. Самостоятельно. Типичный подросток. И я вот уже не знаю, хочу ли я ходить в школу на самом деле. То есть, помните, да? В предыдущих сериях именно карьера занимала много времени и все сильно-сильно затягивало. Нам хотелось бы уже заняться карьерой, наверное. С другой стороны, досрочное окончание школы дает бонусы в этой самой карьере. Только вот нам что-то никак не предлагают досрочно эту самую школу окончить. Может потому что мы там были буквально 2-3 раза, и поэтому они такие, не-не-не, он должен поучиться еще дольше. Но мы уже прям максимально отличник. Мы завершили там все проекты, все уже прям сделано. Он, верите, тоже не в восторге, проходит через двери и думает, черт, пора заканчивать со школой. О, игра меня услышала. Да, я хотел бы закончить досрочно. Эй, я досрочный выпускник, и как видишь, написано, что мы можем начать строить карьеру раньше, получить тут фору. Идеально, сможем начать карьеру. Слушайте, у нас молодой гений, он вот буквально несколько дней назад был, вот прям буквально памперсы на себя натягивал. Хотя, кто знает, какие у него сейчас отношения с памперсами. Эй, это что за выбор в профессии такой? Ой, я не хочу быть стримером, я хочу строить ракеты. Ладно, кажется, нас грандиозно кинули. Черт, я и в школу не могу вернуться, и карьеру нормальную начать не получится. Джерри был такой одиночкой, что его просто выперли подальше. И такие, фух, мы сбакли этого чудика с мечтами об осеменении целой планеты соседней. Пойдем, Сардита, какать теперь. Кстати, да, я же в этом выпуске покакал и пописал всеми способами из возможных. Единственное, я не верил, что существует способ бешено высрать. Я думал, что не добавят это в игру, поэтому даже не рассматривал. Оказалось, это действительно присутствует в игре. Так что, там не совсем все способы. Там все, кроме бешено высрать. Это действительно в официальном переводе. И знаете, мне надоело писать. Вот так, в общем. Поэтому я снова отойду к ракете, чтобы выполнить стадию жизненной цели, получить баллы нужные для того, чтобы взять черту характер, которая позволит нам навсегда забыть об унитазе. Вот это. Так что я пошел улучшать ракету. Пожелайте удачи, увидимся после хлопка. Я полностью освоил навык ракетостроения. И сейчас заканчиваю последние улучшения, нужные для того, чтобы пройти нынешнюю стадию жизненной цели. А понятное дело, буду улучшать ракету дальше, потому что в космос все-таки выходим. Это опасно. Здесь можно умереть, отправившись в космос. Но забавный момент, который я хочу показать, это фитнес у нас прокачан на 10 уровень. При этом, если мы перейдем в жизненную цель по спорту, то посмотрите, это первая стадия. Здесь ничего не выполнено. Мы всего 2 часа спортом позанимались. При этом напомню, фитнес у нас уже полностью освоен. Восхитительно сбалансированная игра. Да, ракетостроение тоже освоено, так что в какой-то степени, знаете, приятно смотреть, когда навыки улучшаются. А когда ты что-то делаешь и знаешь, что тебе еще много делать, потому что ракету нам еще долго прокачивать, навык не улучшается. И я такой, ааа, немного потеря времени, как будто. В такие моменты важно не упускать финальную цель из вида. Инопланетяночки. А еще с 10 уровнем ракетостроения нам теперь доступен генератор червоточин. Это то, что позволит нам отправиться как раз на другую обитаемую планету. И я же не могу быть единственным, кто долгое время постоянно оговаривался и вместо генератора червоточин говорил, чревоточин. Я не могу быть единственным. И что-то не за кнопки к нам приходят, еще и по ночам. Эй, алло, я одинокий-одиночка. Волк, ау, я прикасаюсь только к своей ракете. В неметафоричном смысле. Опа, Владик, ага. Пришел, да, за вторым поколением? Пришел за Рос-2. Все, поздно, надо было раньше появляться. А то, блин, переехал он. Продал свой особняк голливудским звездам. Вот и катись отсюда. Ты предал меня. Ты был мне как брат. Уходи. А, и да, логику нам все-таки придется вкачать. Это для жизненной цели. Собственно, логикой Джерри Бэри занялся. Смотрите, я запер призрака. Дело в том, что мята легла с этой стороны. Я такой, так, мне нужно поспать. Ложусь сюда. Призрак передвигается. И все. Анимации, которая давала бы любому персонажу, неважно, живой он или нет, вот так вот перемещаться по кровати, нет. Так что, ха-ха-ха, очень странное достижение, я знаю. Зато знаете, о чем я подумал? Нам для того, чтобы выполнить жизненную цель, нужно улучшить некоторые предметы. И так как у нас этот дом, я предполагаю, до самого финала, кроме того поколения, которое должно переехать, но я потом вернусь в дом, так что давайте изменим все на чуть более функциональное. Далой начальные предметы. Лучший холодильник, лучшая плита, самое-самое, короче говоря, все офигенное, все максимально энергосберегающее, максимально подходящее. Нет, насчет подходящего этому дому, наверное, погорячился, но если вот так сделать, в принципе. Сантехнику тоже всю меняем. И вот это уже можно улучшать до конца прохождения. Блин, из-за того, что я запер призрака, я не могу перемотать. То есть я нажимаю тройную перемотку, так как кто-то еще не спит на участке и присутствует здесь. Время просто не идет быстро. Что произошло? Игра не любит, когда над ней издеваются, да? О, опять, вы заметили, она приходит, вандалит свою же табличку, а потом такая, ага, это я, и чистит. Что ты за человек такой? А, и заметили, роз, которого у нас когда-то забрали, все еще владенец. Бедный малыш обречен на пожизненное гу-гу-гага. Я бы добавил что-нибудь и про вечное погагать себе в штаны, но ведь все так делают. И да, полностью прокачать флоевку можем переходить к улучшению предметов, так мы завершим нашу жизненную цель. А, и за полученные баллы для удовлетворения давайте еще менее ставим зависимыми от людьми. Кстати, да, ведь улучшение предметов еще и повышит наш уровень механики, вот этой вот рукастости, которую необходимо освоить для того, чтобы попасть в секретное место. Капец, все складывается, как будто я заранее продумал, да? Да, единственное, что я не продумал, это то, что мы почти прошли все задачи, ну, во всяком случае, находимся на волоске от их выполнения, не начав карьеру. Мне опять прохождение карьеры придется после титров запихивать. И да, многие спрашивают, эй, ты же не прошел карьеру? Я вижу, что вы не досматриваете видосы до конца. Когда я показываю титры, это еще не конец видоса. Кстати, большое спасибо вам, ребята, огромное. Чтобы попасть в титры, посмотри описание, там есть бонусы и для спонсоров на ютюбе, и для бустеров. Ууу, ему нравится механика, это ты тот самый сосед с дрелью. Да, это я. А, на остальной у нас не деталей. Ладно, просто затаримся деталями, проблема что ли. Фактически у нас бесконечные деньги. Я такой тыкаю, знаете, типа 50. Случайно натыкал 51, такой, а ладно, будет 60. Хорошо, когда есть денеро. И, пожалуй, этот день я посвящу улучшению нашего дома. Это позволяет нам полностью освоить механику и пройти жизненную цель. Так что, как понимаешь, самое сладкое, ммм, зрелищность. Итак, секретный лот в Оазис Спрингс, а нам нужно посетить именно его, именно этот из пяти. Если что, про все пять у меня вот здесь есть выпуск. Так вот, для этого нам нужно, очевидно, посетить, во-первых, Оазис Спрингс. Вот этот район, который самый дешевый в городе. А, нет, Акела промахнулся. Тогда, кажется, нам в парк. Да, да, узнаю, узнаю. Вот по этой тропинке мы идем и ищем закрытый грот, или как-то так это называется. Где находится? Мы увидим, мы увидим. Там прям, блин, меня, конечно, очень манит этот туалет, но нет, нам не туда. А, вот ты. Бежим туда, и вы увидите. У, боже, какая там красота. В принципе, Оазис Спрингс, мне кажется, довольно красивый. Он хоть и пустынный, и вроде бы это что-то относительно нежилое, знаете, жара и все такое. Но прикольно же выглядит. Оазис Спрингс выглядит хорошо. Так вот, в этом закрытом гроте начинаем его деликатно взламывать, после чего отправляемся исследовать. Нам тут повыпадают карточки шанса, которые нужно вроде бы пройти правильно. Честно, я вообще не помню, что выбирать. Начнем взламывать. Узкая дорожка или широкая? А, узкая? А, нет, мы просто прошли по кругу. Что ж, значит, сначала широкая. Теперь я знаю. Так, а вот тут уже лестница или серпантин. Написано, что лестница продолжает вести вниз, так что, наверное, лестница. О, идеально. Так, мы спускаемся в черную бездну. И можем либо пойти на тусклый свет, либо продолжить спускаться. Давайте на утес пойдем. Есть! Это он! Это он! Супер! Все! Либо отправиться в грот, либо можем вернуться. Мы отправляемся в грот. И окей. Все. Мы посетили секретный лот Оазис Спрингс. Посмотрите, здесь прикольно. Немножко инопланетно. Так что, как раз в духе происходящего в этой серии. Да, на другие планеты отправимся скоро. Блин, жалко, нельзя. Вот камеру. А, нет, мы можем камеру вверх поднять. На таб нажимаешь. И получается вот такой вот вид, где двигаешь камерой и смотришь куда угодно. Вот так этот забытый грот выглядит. По-моему, очень прикольно. Здесь можно рыбачить. Вроде ничего особенного не будет. Обычная рыбалка. Каких-то супер уникальных, уникальных вещей, по-моему, нет. Тут, видите, там лук растет. То есть, это такая больше косметическая локация. Но можно поискать лягушек. Лягушки сила. Да, песчаный нашли с волнообразными полосками. Это ни на что не влияет нам сейчас. Все. Мы побывали в этом забытом гроте. Цинь, галочка есть. Так что все, что фактически нам осталось, это, собственно, пройти карьеру. Опять, это уже классика этого прохождения. И та самая цель, которой нету в задачах. Ну, которую я перед собой поставил. Потому что, ну, очевидно, это довольно интересное и простое поколение. А у многих из тех, кто смотрит основной на Субэре, ссылки на все сезоны в описании. Санни, то есть, герой-героиня даже. Вот этого поколения у многих любимая героиня. И знаете, так-то у нас еще прям дофига времени. Но нам тупо больше незачем быть подростком. Так что, да, давай сейчас повзрослеем. Эту самую карьеру начнем, а то это опять будет бесконечный торт. О, супер, кстати, спасибо за ваши советы. В комментах, вот, читайте комменты. Там всегда столько золота. Спасибо вам большое. Так вот, видите, я храню торт со свечами в холодильнике, и его никто не берет. Так что, теперь мы можем задувать свечи, взрослеть, снова ставить свечи. И так продолжать по кругу, не готовя торты каждый раз. То есть, мы с одним тортиком сможем, по идее, пройти... Ну, все поколения это сильно, конечно, потому что он просто испортится за это время. Но вот одно поколение полностью повзрослеть через один тортик, это возможно. Мы ответственные, это хорошо, как всегда. А еще карьеристы, и выбираем жизненную цель, которую мы уже выполнили. Мозговитый чудак. Вот теперь ты молодой, больше не выглядишь как подросток. Совсем другой внешний вид, согласитесь. Ах да, снова свечки и в холодильник. До следующего поколения. И да, повзрослел я все-таки конкретно, чтобы начать работу. Так что, звоним, начинаем работать. Космонавтом сразу с руководителя центра управления. Еще раз, хорошие связи, это, ну, почти обязательно. Потому что без них все было бы еще дольше. Физические упражнения нужно совершать. Это очень кстати, потому что мы еще и балл удовлетворения тогда поднимем. Потому что будем вот это вот тоже параллельно проходить. Как все складывается, хорошо. Так хорошо, что пускай вы и набрали за первые две серии, по-моему, 6 с небольшим тысяч. И по сути нам сейчас остается 20 тысяч на следующие, сколько, 7 серий. То есть все идет прям ноздря в ноздрю. Немножко вам еще облегчение задачи, потому что на следующей неделе я улетаю. Выпуски будут выходить, просто другие там будут коллабы, а вы пока можете обогнать и реально победить. Серьезно, идет очень-очень плотно. Да, насчет университетов. Вы говорили, мол, делай университеты, пройдешь с отличием престижную программу, начнешь карьеру сразу с 8 уровня. Но не забывайте, что для университета нужно 3 недели, как минимум. В то время, как часто персонажи живут всего здесь по 15-20 дней у меня. Потому что скорость прохождения очень большая. Иногда я вижу совет, типа, как найти подростка? Просто пойди в школу. Но школа на следующий день, а стадия подростка у меня иногда занимает меньше 24 часов. Типа гигантская скорость в этом прохождении, как вы видите. Поэтому универы попросту не подходят. Это попросту плата времени, ровно как в прохождении всех детских жизненных целей. Я этого не делаю. Например, Джерри Берри. Ему нужны только интеллектуальные способности. Да, космонавту нужен еще и фитнес, но ты видишь, как быстро он делается. Так что просто не имеет смысла на детскую жизненную цель, которая потом позволит нам сэкономить, ну, секунд 30-40, тратить минут 20. Согласитесь, это просто неразумно. Мы почти повысились в первый же рабочий день. Но, в принципе, мы начали с руководителя отдела запусков или что-то типа того. Так что нормально. Это успех. Да, насчет успеха. Нужно закончить свою ракету. Здесь осталось... А, там, по-моему, пару всего лишь улучшений еще осталось. Плюс давайте я похожу на работу, чтобы не после титров запихивать, как мы прошли карьеру. Полностью улучшу свой дом. Прокачаю обаяние, потому что, в конце концов, нам нужно обворожительно представляться всем. Мы не должны дружить с инопланетянками. Мы должны... Ну, вы понимаете. А если нет, то сейчас увидите. После первых двух выпусков мы смеялись с того, что у меня все с припиской 2, потому что первая умирает. Джерри Берри, как видите, жив. Все с ним хорошо. Но что с припиской 2 в этот момент? Что я потерял, кого убил? Наш клуб я совершенно забыл. Если Рост 2 была лидером клуба и после нее должен был стать Джерри Берри, его ребенком нельзя было в этот клуб добавить. Рост 2 умерла, Джерри Берри я не успел добавить в клуб. Так что я потерял клуб с тонной бонусов и несколькими тысячами баллов. Нифига себе, как раскачалась у нас Белла Гон. Окей, да, я сделал какое-то подобие того, что было. Назвал это теперь Берри 2. В нарезке было видно, что... Ой, он же неуклюжий. Было видно, что я полностью прошел обоняние. Да, он теперь Нью Хач. Хотя нет, Нью Хач у нас был Томас Томпсон. О боже. О, нифига себе скохнуло, обновил страницу. Я хотел показать, что в спонсорке на Ютьюбе и в Бусти, две последние ссылки в описании, найди или плейлист, или в тегах можешь вот здесь вот найти. Томас Томпсон посмотреть и это прохождение с Уикедом, полной откровенностью, запрещенными веществами. Вот почему я говорил, что он Нью Хач. А Джерри Берри все-таки покоритель инопланетяна. Да, с этим закончим. Нам нужно позакидывать удочки, потому что, как понимаете, они не так быстро рожают. Хотя я хрен знает, сколько там инопланетяне вынашивают. По работе двигаемся. Пять из десяти, но все-таки двигаемся. Я только-только взял бонусы по ускоренной карьере. Вот в клубе. Благодаря этим вот собраниям получил баллы. Так что осталось всего две задачи. И да, будем умнее. На будущее я навык воспитания себе поставлю, потому что нам в следующем поколении нужно его пройти. Он медленно качается просто, как мне кажется. Так вот, выполнением одной из задач займемся сейчас. Последнее улучшение готово. Все, мы можем путешествовать сквозь червоточину. Полностью улучшенная ракета. Погнали знакомиться с инопланетянками. Эй, осуждаю. И мы на другой планете. Сиксим. Кстати, в оригинале называется Сиксам. Но, такс. Кстати, мы можем пособирать коллекционный предмет. Потому что, почему бы нет, все равно на этой земле. Да, как видите, вокруг совсем никого нет. Нет, действительно, это же их родная планета. Здесь же должно быть хоть несколько человек. А то, что это за население? Не, я, конечно, готов поправить популяцию. Но мне нужна хотя бы одна особь для начала. Может, они спят ночью по Нью-Крестовскому времени. Я не знаю, как это работает здесь. Погнали домой. Какой-то разочаровывающий первый контакт. Хотя я слышал у многих так. А, это о другом. Ей, повышение. По карьере двигаемся. Так что уже надо. Надо действительно с другой планетой там что-то решать. А еще если в предыдущих двух выпусках у нас были карьеры, в которых всего пара выходных всегда, прям до самого конца, с первой ступени и туда, до потолка, то сейчас продвижение медленнее, потому как у нас только три рабочих дня. Зато много времени на контакты с инопланетянами, которые опять совершенно здесь не появляются. Алло, пожалуйста, у вас тут инопланетный гость. Можно там, не знаю, чак-чак принести или... Я просто не знаю, чем инопланетяне встречают гостей. Предполагаю, что чак-чак. А, ну, никого. Что такое? Окей, пособираю местный ресурс. А, блин, эти капсулы и на другой планете тебя достанут. А инопланетяне все не появляются и не появляются. Как понимаете, в него уже инопланетяне сойдут. Инопланетянки это уже так, бонусом будет. Окей, Джерри Берри, проведем здесь день. Ты что, в телефоне сидишь на другой планете? Ладно, проведем здесь день. Посмотрим, с третьим ли хоть кого-нибудь. Похоже, мы слишком поздно прилетели на эту планету, и все ее местные жители уже не дожидались репопуляции. О, наконец-то местные жители! Это еще и жительницы. Одни плюсы. Обворожительно представляемся. Причем обеим, знаете, можно сказать, что на земле так принято. Эй, а где вторая? Ладно, займемся этой. Так, а тут есть места для... Они просто могут целоваться, да. Но как бы, вот бы, дальше бы... Просто как-то это маловато. Так планету не перезаселить. Где вторая? О, приветики. О, нет-нет-нет-нет-нет, подожди. Подожди, у нас так принято. Не уходи. Ладно, хорошо. Мы можем их домой позвать, мне интересно. Я тогда их оставлю, пойду искать еще кого-то. Но вроде бы как... Стоп-стоп-стоп. Оп, вот это интересно. Не исчезай, пожалуйста. Нет, если ты исчезнешь, я... Одно сплошное разочарование. Окей, теперь мы знаем, что как минимум три инопланетянки здесь есть. Я тогда еще здесь понахожусь. Выцеплю ту самую третью, потому что нам нужно все три контакта. И начнем действовать. Ты? Нет, это та, которая была. Это вторая. Я не дождался третьей, но прикиньте, что у инопланетян есть кролик общения. Серьезно? Вы знаете, что это значит. Приветики. А ты такая грустная. Знаешь, чего тебе не хватает? Ууу, вот это вообще-то неплохо. Но давайте кое-что более подходящее. Супер. Она согласна. План приведен в действие. Вау, эффектно. Но сколько же топливо в пустую тратится, а? Совсем не экологично. Так, надеюсь, все получилось. Поэтому пока-пока. Надо было, наверное, там ее оставить. Потому что мы все равно примерно к инопланету летали. Так что недалеко там были. Ставишь своим ходом, прости. Следующая. Приветики, слушай, есть одна тема. А, то есть сначала первый поцелуй. Я их путаю, они немного похожи. Блин, а почему у нее нельзя в космическом корабле? Там что, следы предыдущие остались? Ладно, душ. Причем, понимаете, у этой более экзотичный способ из тех двоих. Потому что скорее инопланетяне чаще бывают в космосе, чем в человеческом душе. Вау, она тоже пришелец. Как так? А я-то думал, это косплей. А, а теперь можно, то есть. Ну, чтоб наверняка. И, красота. Эй, слушай, я там новую планету лечил. Тебя подкинуть? А, нет. Пока я такой. Посиди дома пока. Мне нужно найти третью. Опа, вот ты. Как быстро. Повезло. Обворожительно представимся. Забей на коллекцию. Давай, у нас тут коллекция посочнее. Приветики инопланетные осы. Так, черт. У нас есть свидетели. Сваливаем. Ну, прям вместе с ней. Она, она и выглядит как будто интереснее всех. Синяя. Не то, чтобы я предпочитаю синих женщин. Вообще, ни разу такого не было. Но мы работаем на благо населения соседней планеты. Понимаете? Перенаселять ее после, видимо, какого-то катаклизма. Когда там осталось всего лишь три женщины или самки. Я не знаю, как называть инопланетян на самом деле. И чтобы они не оскорбились. Как? С другой стороны, не сказать, что она выглядит оскорбленной. Так что ей все отлично. Мы вообще с ней не дружим. С Доровской припиской. Я никогда этого не видел. Жара и холод. Они вместе или порознь. Никто не может понять. Потому что романтика прокачана. А в плане дружбы вы видите. Ну, окей. Займемся делом. У нас великая миссия по репопуляции. Понимаете? Мы не просто так в космос летаем. О, нам тут попкорн оставили. Видимо, она рассчитывала этим забить рот. Нет, нет, нет. Короче говоря, нам осталось. Ты что, в одежде моешься? Ладно. Это нормально. Он странненький. Немножко, вы понимаете, с людьми почти не общается. Ладненько. Что по работе, что по беременности. Нам остается только ждать. Что-то странное с хлопками. Надеюсь, без побочных эффектов. Типа каких-нибудь пожаров. И мне есть, что вам показать. Особенно ребятам, подписываемым на телегу. Джерри Бейри всех вернул. И знаете что? Посмотрите на это. Пять новых инопланетян от трех инопланетян. Плюс я взял черту многодетность. И еще раз посетил всех троих. Единственное, конечно, что карьера на седьмом уровне из десяти. В остальном же задачи выполнены. Даже та необязательная. В виде репопуляции соседней планеты. Там теперь гораздо больше маленьких инопланетяночек. Так что этих ребят я благодарю. Снова, как всегда, пипец, как сильно вы помогаете каналу. Насчет карьеры. Ей всего лишь потребовалось немного времени.